Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста о сокрушении. Видя, что ты, блаженный Дмитрий, непрестанно обращаешься к нам и с великим усердием просишь от нас слов о сокрушении, я всегда ублажал тебя и удивлялся чистоте души твоей, потому что и пожелать таких наставлений невозможно, не очистившись наперед совершенно и не возвившись над всем житейским. Это легко видеть на тех, которые объемлются таким желанием, хотя на краткое время. В них происходит вдруг такая перемена, что они тотчас переносятся на небо, отрешив душу от мерзких забот, как бы от тяжких ус. Они таким образом дают ей свободу возлетать в свое сродное ей место. Но со многими обыкновенно всю жизнь это случается редко. А ты, божественная глава, всегда, как известно, мне объят этим огнем сокрушения. И свидетелем мне в этом могут быть твои бессонные ночи и потоки слез, и любовь к пустыне, постоянно живущая и процветающая в душе твоей. Какая же будет тебе польза от наших слов? Уже то самое, что ты, достигнув самой высоты добродетели, ставишь себя наряду с идущими внизу, открыленную душу свою называешь каменную, и непрестанно, касаясь правой руки моей, целуешь и со слезами говоришь. Сокруши ожесточенное сердце мое. Уже то самое, какую означает богобоязненность, какую пламенную ревность. Итак, если ты желаешь пробудить нас, спящих, привлекая нас к этому предмету, то одобряю твою великую мудрость и попечение. Но если ты действительно имеешь в виду себя самого и думая, что ты нуждаешься в возбудителе, то не знаю, как бы еще иначе мог ты убедить нас, что ни в чем нашем ты не нуждаешься. Впрочем, и при этом мы уступим тебе, и послушаемся из уважения твоего дерзновения к Богу, и усердия в просьбе, и дружбы к нам, а ты воздай нам за это своими молитвами, чтобы нам правильно устроить жизнь свою в будущем. И теперь сказать что-либо доброе, способное восстановить лежащее, и подкрепить, и ободрить ослабевшие души. С чего же нам начать это слово? Какое мы положим ему основание, какую опору? Не очевидно ли, что в словах слова Христа, в которых он изрекает, горе смеющимся, а ублажает плачущих, говоря так? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5, 4. И горе вам, пресыщенное ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Лука 6, 25. И это весьма справедливо, потому что вся настоящая жизнь поистине есть время плача и слез. Такое несчастье постигло всю вселенную. Такие бедствия объяли всех людей, что если кто захочет распознать ее точности, если только возможно такая точность, то не перестанет скорбеть и плакать. Так все извратилось и расстроилось. А добродетели и следа нет нигде. И еще тяжелее то, что мы и сами не чувствуем, и другим не даем чувствовать постигших нас бедствий. Но стали похожи на человека, которого тело извне цветет, а внутри разрушается сильным огнем. И по этой бесчувственности мы нисколько не отличаемся от тубоналишенных, которые без опасения и говорят и делают много опасного, непристойного. И не только не стыдятся, но еще хвалятся этим и считают себя здоровее здоровых. Так и мы, делая все свойственное больным, не знаем и того, что мы больны. Между тем, если в теле нашем случится хотя малая болезнь, мы и приглашаем врачей, и тратим деньги, и обнаруживаем терпение, и не перестаем делать все, пока не прекратим болезнь. А в душе, которая плотскими страстями ежедневно поражается, терзается, сожигается, низвергается в пропасти, всячески губит себя, нисколько не заботимся. Причина же этого то, что болезнь объяла всех. Поэтому, как больные телом, если не случится, быть при них кому-либо и здоровых, беспрепятственно могут все подвергнуться крайной опасности от того, что некому отлонить их от безрассудных желаний, так и у нас. От того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни боли, другие менее, никто не в состоянии пособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем такую дорогу, как будто решились идти против заповедей его. Продолжение следует. Продолжение следует...